Много народу в Атлетике вдов не осталось. Почему это не мы? У меня есть хороший психотерапевт. Мужчина под 40. Мама, на меня ругаются. Ему все равно. Ты в 2015 году так говорил? Конечно. Хаос. 8 сентября. Глава Лиги Хавьер Тебас говорит, что не переживает из-за ухода Леонеля Месси. 12 сентября. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас говорит, что уход Месси и Роналду ударили по престижу Лиги. Денис Алхазов, Кирилл Хаид. Это программа Ла Ла Лига. И здесь мы стараемся быть последовательными. Ну и заодно мы в тихомолку претендуем на место руководителей Ла Лиги. А ты не очень к Тебасу, да? В последнее время. Почему? Он же деньги приносит Ла Лиге. Одиозный мужик вообще. В долг и отнимая параллельно, да? Это уже другое. Это одна большая тема, но на этих входных у нас был Реал. После международной паузы Реал опять пуляет огромное количество голов в чужие ворота и пропускает свои. 7 голов в этом матче. Реал-Сельта. Матч четвертого тура. И в последних двух матчах Реала уже 13 голов мы увидели. Круто? Нет. Смотря для кого. Надо посмотреть, и у меня будут аргументы. Окей. Давай посмотрим, как все начиналось. Сельта забивает первый. И давай напомним, что спустя 600 с лишним дней наконец-то Реал вернулся на Сантьяго Бернабео. Сантьяго Бернабео пока еще не готов. То есть во дворе из команды человека, который так пасует, конечно, выгоняет. Кто пасует? Давай взглянем. Мигель Гутиерас это делает. Дерзкий молодой человек. И я вообще хотел об этом поговорить. Мы к нему еще вернемся. То есть он не смотрит по сторонам. Он просто ведет себя смело. Он хочет сохранить мяч. С разворота отправить в атаку. Да. А Реал вообще очень расслаблен. Посмотри, как они расставились. Зачем-то подошел на помощь. То есть он как бы поощряет розыгрыш вместо выноса. Хотя там игроков сельты просто чуть ли не больше. Но ты знаешь, это вот Мигель Гутиерас, он же только в команду пришел. Ну да. С другой стороны, посмотри, что случилось с Венисиусом. Он бьет чуть ли не затылком, находясь спиной к воротам после навеса. Вообще навесы на Венисиуса это такой арт-хаус. Ну и, наверное, чего еще можно было ждать от Анчелоса. Ну почему же? Реал навешивающая команда. Сейчас тоже будет навес. Конечно. А как без них? И потому. И Гутиерас здесь, и Венисиус на дальней штанге. То есть Роналду ушел уже несколько лет назад. Даже много лет назад. Но дело его живет. Дело его живет. Все лучшее, что было у Реала с Анчелотти, связано с навесами. Ну и правда все худшее тоже. И теперь Венисиус должен подтягиваться до уровня Роналду в этом компоненте, да? В том, чтобы откликаться на навесы. Ну, хоть чем-то должен подтягиваться Венисиус. Вы не поверьте, это очередной навес. Я бы, да, что отметил, что Венисиус здесь стоит в первой линии. То есть он такой создает глубину атаки. Защитники поэтому оставляют пространство впереди себя. И этим будет пользоваться Бензема. То есть Венисиус открывается в линию с последним. А Бензема отходит назад и может, соответственно, пользоваться пространством. И понимаешь, Карим Бензема это тот форвард, вот почему он так прекрасен в последнее время. Именно в выборе позиций. Потому что он не спешит. Он мудрый форвард, да? Он не отклеивался. Он просто стоял на месте. Потому что понимал, что молодые сделают за него работу. Они обратят на себя внимание. Боже, какая простая комбинация. То есть ты занимаешь пространство по всему полю и при этом не успеваешь прессинг. Ну зачем? Вот то, что ты сначала бьешь пяткой, у тебя не получается. И потом добиваешь. Ты еще прокрутился. Да, да. Подождал, пока у тебя перестанет кружиться голова и уже потом следует добивание. А никто на тебя не бросается из футболиста в реала. Ну мне кажется, что здесь провал случился изначально как бы в прессинге и в расстановке. Потому что, ну потому что то, что было потом, когда вот такая дыра в центре защиты, это уже следствие. Потому что там просто слишком разреженное пространство. Слишком расслабленный прессинг был. Бензема сбывает второй со стандарта после скидки от Казимира. Казимира в последние годы, как мы знаем, атаку прекрасно научился поддерживать. Но Сельта, мы уже видели такую атаку. Разве нет? Теперь еще одна атака. Очень похожая правым флангом, когда проваливается Реал по всем фронтам. Наносятся удары штрафной. И только рикошет. Разбивается очень сильно на группу обороны и группу атаки. И вообще, конечно, это большой повод поговорить. Потому что мне кажется, что Гутьерес олицетворяет эту команду сейчас. Парень, который только что вышел из Академии Реала, которого наигрывают. Потому что Фрилан Минди захворал. Марселло хворает регулярно и вообще довольно староват. Он невероятно смел. Он, по-моему, во втором тайме пошел в обводку на двоих и сохранил мяч. Потом потерял его. Потом пошел в прессинг и вернул. Он отдал голевой пас на Бензема. То есть он ведет себя как человек, который там играет уже несколько лет. Не-не-не, не согласен. И при этом... Нет, подожди, это важно. То есть он одновременно много дает в атаке. И при этом он не смотрит по сторонам, смело играет в защите. И это приводит в голову. Парень красавец. Он играет смело, нагло, безрассудно. Это все требуется в реале. Понимаешь, он как семиклассник, который вдруг закорешился с девятиклассниками. Отпетыми, которые в ПТУ идут. Не пойдут в 10-11 класс. И он пытается им соответствовать. Так же пить, курить, шкодничать, разбивать стекла. Ну и один раз он их подставил при этом. Да, и он их подставил. Потому что его, не знаю, спалили, за уху взяли. И сам себя Реал в целом подставляет меньше. Это очень важно. Нет, подожди. Это разбитая команда, которая у нас все время... Как я сказал, Бетерси. Почему? Потому что он олицетворяет. Потому что это всех касается. Потому что ты не можешь оставлять четырех человек в первой линии прессинга и не прессинговать защитников. И позволять им делать передачи. Как они пропустили второй гол. Просто по цепочке все провалились. А кто отвечает за этот прессинг? Кто отвечает за то, чтобы... А прессинг никогда не был сильной стороной Анчелотти. И Реала. Просто поскольку, да. Поскольку футбол в целом изменился, ну по сравнению с лучшими годами Анчелотти, то сейчас его минусы еще более заметны. И наказывать может уже и Сельта, а не только будет наказывать Бавария. Представляешь, что вот ты на Баварию попадаешь в таком разбитом состоянии, когда у тебя группа атаки и группа обороны, и между ними 50 метров 60. Причем вспомни контекст. Сатего Бернабео открывается. Торжественное событие для клуба. Пускай Сатего Бернабео еще не достроен, но болельщик туда пускает. Спустя 600 с лишним дней туда возвращается в Мадридский Реал. И приезжает Сельта, у которой в двух матчах из трех в этом сезоне нет ударов в створ. И добро пожаловать. Понимаете статистику. Но это был фестиваль всего на свете. Это был первый тайм, который получился очень насыщенным и сумбурным в первую очередь благодаря Реалу. Потому что Реал был безрассуден, и Реал подпускал к себе Сельту. Я думаю, что это безрассудство, это в том числе обратная сторона Куража, благодаря которому они все время принимают смелые творческие решения и невероятно много забивают. Давай посмотрим, как они забивают, потому что это просто творчество. Ко второму тайму? Ко второму тайму? Да. Ко второму тайму. Кстати, в отсутствие кросса, как тебе Федо Вальверко? Мне кажется, очень здорово атаку поддерживает. Он вообще разносторонний прекрасный. Сейчас поговорим про навес Бутиереса. Про голевую Бутиереса, в конце концов. Да, потому что, опять же, тут много претензий к Сельте, но это хороший навес. Это навес в слепую зону защитника, ему за спину, который опускается достаточно резко. Это не просто навес в борьбу. Это навес Марселла, это навес Кравахаля. То есть, это качественный навес для мадридского Реала. Сельте все равно кое-какие моменты получал его в втором тайме. Например, Санте Мино, у которого... Слушай, посмотри, опять же, момент. Опять Бензема отошел в глубину. Таким образом, Венисиус смог рвануть за спину, просто потому что там коридор образовался. Коридор, кстати, непростой, да? Да, боже, что происходит. Это потрясающе. В Валенсии таких коридоров не создает. Потому что сразу два защитника оказались в полупозиции. Они не знают им выдвигаться за Бензема, смотреть. С одной стороны, это, конечно, ошибка. Но ты видел, как Нестор Арауха бежал. Он бежал очень тяжело. Такое ощущение, что у него свело ногу перед этим моментом, и он на морально-волевых пытался догнать Венисиуса. У него не свело ногу, но его поймали на противоходе. После этого ему было трудно разогнаться. Неповоротливый защитник, да. А Венисиус, конечно. У них Венисиуса было легко разогнаться, конечно. При этом, говорю, допущение моментов в совершенно безобразном уровне. И я думаю, сейчас мы об этом поговорим, что это связанные вещи. Такое творчество в атаке. Такой смелый, уверенный в себе Венисиус. Такой вдохновленный, я бы сказал, Бензема. Кстати, сейчас Арауха исполнил что-то из защиты мадридского Реала, да? Вопрос в том, как долго это продлится. То есть... Продлится что? Цепочка ярких индивидуальных решений, которые превращают команду в одну большую такую яркую индивидуальную нечто. В праздник. А Реал не может за счет подвига существовать долго. То, что мы видим сейчас, это некий подвиг. Прости, но если Реал существует за счет подвига с 2015 года, почему мне существовать за счет подвига и дальше? Ты просто проецируешь. То есть, ты считаешь, что если нечто аномальное тянулось годами, то оно будет тянуться всегда. Если нечто аномальное тянулось годами, оно уже не аномальное. В 2000 при Зи Дании Реал не допускал столько моментов. Окей. Согласен. Согласен. Давай досмотрим, наверное, моменты до конца. Тем более, там одно очень яркое событие есть. Связанное с Модричем как раз. И потом уже, собственно, обсудим. Что это за человек? Связанное с Модричем. С Камовингой. Давай посмотрим на первый гул Камовинги. Ну, слушай. Там все сделал Модрич. Не спорю. Причем на таком дриблинге, вот дедовский дриблинг, да? Вот когда человек со школы выходит во двор и просто всех обводит. Пускай ему 55 лет. Дедовский, я бы сказал, без сопротивления. Такой дриблинг, когда никто не мешает. Угу. Все боятся тебя. Ксельте вопросов масса, конечно. Ну, и Камовинге один вопрос, да? Что он сделал, что он забыл в Воротарской. И это прекрасно. Он вышел вместо Азара. Давай напомню. Он вышел вместо Азара, но все равно играл бокс-тубокс. Ну, погоди. У меня все равно было ощущение, что он ближе к правому флангу располагается. Разве нет? Но бокс-тубокс. Он играл из штрафной до штрафной. Ну, да. И это его ждет, на самом деле? Чье место он займет? Я уверен, что изначально это по позиции дублер Каземира. Ну, по очевидным причинам. Человек-отбор, который еще и атаку может поддерживать. Да, да. Естественно, он просто не ровнее сейчас Каземира, да? Но, в принципе, это опорный полузащитник с хорошим продвижением и неплохим пасом. Поэтому дублер Каземира, я очень удивился, что он вышел вместо Азара. Но он играл в итоге такого бокс-тубокса в роли Вальверде, он сказал. Он играл роль Вальверде в первом тайме. Ну, Вальверде-миниатюре. И он был невероятно мобилен. У нас таким лейтмотивом проходят моменты сельты, да? Невозможно все время отвлекаться, когда Реал себе привозят. Ну, сколько можно уже просто? Ну, это примем как данность, да? Уже не первый матч там. Я повторюсь, мне кажется, что... Да, сейчас посмотрим, собственно, последнюю ситуацию. В фэнтези это назвали бы гол плюс пасс. Венисиус забил сам и заработал пенальти. Ну, я тоже так называю, да. Ну, ассист. Можно и так сказать, да. Причем абсолютно трудовой такой пенальти, который прям наработал на 100%. Не лайтовый. Все сделал, чтобы его получить. Не дешевый пенальти. Сейчас Бензима оформит хэт-трик, но, ты знаешь, пока вот мы свои просматривали хайлайты, я так не понял и тебя, и себя. Кто для нас герой матч? Кто проводник сейчас самых важных идеев реалии? Нет, тут нет героя. Почему? Ну, надо его выбирать всегда. В реале он должен быть тот, кто все очень яркие, все ослепительно яркие, но кто-то становится еще большей звездой. Нет. Я считаю, что вот это вот состояние подвига на пожаре, оно вообще как бы неправильное. У Реала невероятный совершенно дисбаланс между реальной разницей мячей и тем, что они создали и допустили. Потому что у них разница мячей плюс семь, а по созданным допущенным моментам у них разница мячей отрицательная. И это абсолютно аномалия, это не может продлиться долго, так не бывает просто в футболе. Скажи честно, ты в 2015 году говорил, так ты по-любому говорил, в 2014 году это не может продлиться долго и потом они берут еще одну лигу чемпионов, еще одну лигу чемпионов нибудь. Попутно мы сейчас говорим сугубо о чемпионате, не о лиге чемпионов reallyuci, потому что у вас роется эти время Every game game teams. Потому что в Лиге чемпионов у тебя происходит матч за матчем, один матч, а здесь where is. Это как раз турнир для вот такой бригады звездой. Да да да. А здесь у тебя последовательность на дистанции. Последовательность на дистанции это не может длиться долго, потому что ты не можешь настолько забивать в 2 раза больше, чем ты создаешься. Ты можешь забивать на 30% лучше, чем ты создаешься, это будет прекрасно. Давай вспомним, сколько чемпионов сделал Реал. Месси реализует годами на 30-40% лучше, чем должен. И он гений и великий. Но ты не можешь делать это в два раза дольше на протяжении года. И целой командой, да? Конечно, конечно. Поэтому эта ситуация ненадолго. И я думаю, что нужно все-таки наладить какую-то игровую дисциплину. Нужно стать компактнее или наладить высокий прессинг, если команда настолько растягивается по всему полю. Или бросить попытки прессинга и тогда возвращаться на свои половины. Или нужна концепция. Современная, модная, может быть, тенденциозная, но... Анчелотти. Это не Анчелотти? Да, это не Анчелотти. Ты хочешь, чтобы Анчелотти ушел зряло? Слушай, я очень люблю Анчелотти, поэтому, конечно... Кто не любит Анчелотти? Конечно. Я хочу, чтобы у него все получилось. И он просто своим веселым, замечательным, праздничным футболом что-нибудь большое выиграл, красивое. Но я в это не очень верю. В 1991 году Джулия Робертс была номинирована на премию «Оскар» за лучшую главную женскую роль в фильме «Красотка». Мария Мыльникова с прогноза погоды. В Мадриде в минувшие выходные побиты температурные рекорды этого сезона. Ну а мы переходим к другим регионам четвертого тура «Ла Лиги». В стране басков обилие осадков. На Нуэве Сан-Мамес атлетик отправил два безответных мяча в ворота островного клуба. Хотя гостям в Смоль-Йорке достаточно было прихватить с собой в Бильбао компактный зонтик, чтобы не промокнуть. Чего не скажешь о Памплоне, где в минувший уикенд сильные грозы, порывистый ветер, да и вообще выходить на улицу без острой необходимости не стоило. Вот, например, Серхио Эррера точно предпочел бы остаться дома и в лишний раз не вытаскивать четыре мяча из своих ворот. Валенсия разгромила Асасуну 4-1. Из страны басков могучая стихия ветра направилась в Каталонию. Там Испаньол забил первый мяч в этом сезоне, но, к несчастью, каталонцев на Корнелли или Прат был властитель ветров Эльчоло. Во втором тайме Диего выпустил на поле Тамали Мара, и тот на девятой минуте добавленного времени спас атлетик от поражения. Возможно, в перерыве Диего просто посмотрел прогноз погоды. На Сюдаде Валенсия замечено скопление кучевых облаков, самоотверженно разгонять образовавшиеся тучи руками в своей штрафной бросился по Тейсис. Это он, конечно, зря. Леванте больше ничего не реализовал, а вот Раю удалось забить в самой концовке, но этот гол лишь сравнял счет встречи 1-1. Влияние циклона сказалось на андалусийском регионе, так что в минувшие выходные и здесь не обошлось без дождей. Реал Сюдаде благодаря одному из лучших бомбардиров чемпионата Микелю Айрсаболю одержал победу 2-0. Ну и в пределах нормы осадки на Нуэва Лос Карменес. Снова дома забил Луис Суарес, и снова этого оказалось недостаточно, потому что Бетис проверил оба фланга гранаты, дважды поразив ее ворота. В пригороде Мадрида погода наладилась только для одной из команд. Яркое, прямо-таки слепящее солнце не позволило Хитафиха чем-то отличиться в этом матче. А вот Эльчи жаловаться не на что. Новоприбывший Лукас Перес уверенно пробил в дальний угол и 1-0. Эльчи безоблачно располагается в самой середине турнирной таблицы. Встал и пошел к отцу своему. И когда он еще был далеко, увидел его отец, его изжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Евангелие от Луки, глава 15. Притча о блудном сыне. Мы начинаем обсуждать Атлетику Мадрид. Матч Атлетику против Испаньол. Ни малейших догадок, почему ты привел именно этот отрывок из Библии. У нас образовательная программа. Действительно, у меня есть вопрос, кто в этой ситуации старший брат. Если Гризман младший, то кто же старший? Неужели Суарес? Я думаю, неодобрительно Хосе Марио Хименес поглядывать на все эти дела, которые происходят после... Итак, заслужи еще, да? Да, заслужи. Заслужи, парень, да. Испаньол, команда, которая вернулась к премьеру, команда хорошая. С неплохим составом. Неплохим составом. Ну, то есть вполне середняк. Они вылетали из этой самой премьеры с отличным составом. Они усиливались тогда два года назад посреди сезона, потратили чуть ли не 40 миллионов. Вот Испаньол возит мордой Атлетику в пол. На самом деле, справились ради Испаньол всегда очень удобные соперники для Атлетико. Ну, слушай, Атлетика, на мой взгляд, это все-таки такой роки-бальбо. Его можно возить в пол мордой достаточно долго, но главное, что происходит в самом конце. Ты знаешь, в боксе такого не бывает. Это бывает только в сценарии спортивного кино. Я, как человек, который не увлекается боксом, о нем ничего не знаю, считаю, что Рокки-бальбо очень достоверный документальный фильм. Давай посмотрим, как Рокки-бальбо бьют в углу. Как Атлетику получал по мордастям в первом тайме. Действительно, у Испаньола моментов возникало немало. Хотя бы потому, что защитники Атлетико терялись. Вот смотри, с тактической камеры. Очень хорошо заметно. Пас назад, и два защитника оттыкают друг другу на мяч. Абсолютная ошибка концентрации, да. Это невозможно. Это расконцентрация. То есть Денис Семенов за такое должен четвертовать. И неделю должен на дыбе человек провисеть за такое в команде Семена. Я не совсем понимаю, кому он показывает. Да, это тоже непонятно. То есть человек, который дальше отмечает ему. Человеку-невидимке, который должен находиться. Или облаку, что ли. Ну, это удивительно. Ну, это, кстати, прекрасный удар, но совершенно не тот момент. Это даже если залетит, это не упрек защите. Хотя опорная зона, конечно, провалилась. Но при этом, как бы, нельзя говорить, что это прям так нельзя защищаться. Но ты знаешь, такие матчи бывают у любой команды, в любом чемпионате, у любой топовой команды. То есть, когда приехал к сопернику первый тайм, тебя смяли хорошенько. То есть, заряженная на борьбу команда, она вдруг выбивает из тебя всю спесь. Для этого и существует перерыв, в том числе, в футболе, чтобы ты мог что-то подкорректировать. И на второй тайм атлетика выходит другим ли? Другим. Другим. Без Гризмана, кстати. Мне вообще скорее нравится этот атлетик. И даже вот по этому матчу, мне кажется, много хорошего можно сказать. Потому что... По качеству игры? Нет. Или по характеру, что ли? Да. То есть, мне кажется, что, в принципе, чемпионство в итоге складывается не только из качества игры, умения создавать моменты и не допускать моменты. Иначе Манчестер-Сити был бы чемпионом Англии в каждом сезоне. С тех пор, как Гвардиолы стал тренером. Даже когда он занимал третье место, и все над ним смеялись, все равно по соотношению моментов это была лучшая команда лиги. Да? То есть, атлетика абсолютно не про это, но атлетика про то, чтобы вбить этот чертов мяч в ворота вместе с руками вратаря. И это тоже чемпионская черта. Это аномальная черта. Это ключевое слово сегодняшней нашей программы. То, что нарушает привычный ход вещей. Не совсем. Это не аномальная черта. Но атлетику умел ли давить в последние годы? И додавливать? Это как раз мы сравним атлетику с Ливерпулем. Чемпион, да? То есть, теперь атлетику в статусе чемпиона. Он еле доехал до этого чемпиона. Абсолютно согласен. И вот сейчас... Сейчас он проходит проверку на прочность. И на мой субъективный взгляд, когда он настолько плохо играет, и при этом вырывает победу на 99-й минуте, он сдает экзамен. Давай обо всем по порядку. Посмотрим, что было во втором тайме. Я бы не сказал, что это очень изящно и эстетично исполнено. Абсолютно дворовый был. Он зажал мяч между ног. Ну, потому что мяч... Он жестко ногу в какой-то момент поставил. Нет, нет. В другое. Он зажал мяч между ног и подпрыгнул. Я пингвин несу яйцо. Это дворовый. В тюрьме, в штрафной разобраться. Представь себе, сколько раз в такой ситуации потеряла бы мяч Барселона. Например, у Месси таких голов огромное количество было. Месси сейчас не там. А там сейчас Брейтвейт, Депай. Депай, кстати, умничка, естественно, но все равно. Кто-то из них обязательно бы с таким выражением лица подскочил и упал бы на газон. И просил бы пенальти. Конечно. А он просто сохранил его вопреки всему. Вот это впечатляет. И еще больше меня впечатляет этот удар на последних секундах матча, который Лемар положил. Тоже не самый голевой момент изначально. Ну и передача. Здесь передача. Это не имеет отношения к тактике. Это проход воли. Это просто усилие воли. Он понимает, что соперник вот там. До него нужно сперва дойти, потом еще ворваться в штрафную. Повторюсь, меня абсолютно впечатляет. И кроме того, меня впечатляют еще вещи, которые мы сейчас как бы здесь не увидели. А именно как Льоренто разрывал правый фланг и постоянно создавал численное большинство. И в том числе выполнял работу Кирена Трипера. То есть... Кстати, он этим занимается в сборной Испании. Да. Мне кажется, что у Атлетика есть определенный прогресс в позиционной игре. Они лучше используют ширину поля. Они лучше создают пространство для рывков. И человек, который за это ответственен, это лично Льоренто. Это не то, что у них структурное какое-то улучшение. Человек, который вносит хаос в посторонние соперника. И который хорошо понимает вообще, как бы, что происходит. То есть он там с Анхелем Каре отлично взаимодействует. Они чувствуют рывки друг друга. У него прекрасные передачи низом. Он вырезает с фланга в центр штрафной в линию пенальти. Просто изумительнее совершенно. Когда защитники последовательно оказываются в полуметре от мяча. Один, другой. Это сумасшедшая трактория. Не приходится крутить головой, чтобы накрыть удар. Слушай, как все размывчато, расплывчато теперь в Атлетику Мадрид. Много народу в атаке, много народу в полузащите. Все креативные, все веселые. А моментов мало. Моментов мало. И обороняются не так активно. Поэтому пока мы восхищаемся сугубо характером. Это падение стандартов в Атлетику. Нет, я думаю, что падением стандартов было бы, если бы они не выигрывали матчи, в которых играют плохо. Это переходный период. А если они выигрывают матчи, в которых играют плохо, то в данный момент это всего лишь... И сколько таких матчей они еще выиграют? Мне кажется, что они заслужили определенное доверие тем, что много раз выигрывали в такой ситуации в прошлом сезоне. Так было добыто чемпионом. Я поэтому меньше доверяю Анчелотти, потому что если бы Анчелотти имел как бы вот предысторию такую, что в прошлом сезоне он, например, занял второе место, и Реал вот в такой веселый футбол играя, прошел бы всю дистанцию ровно, ну, я бы доверял больше этой ситуации. Атлетико я доверяю больше, потому что мы видим пример прошлого сезона. Атлетико дожал Испаньол благодаря десяти добавленным минутам. По испанским меркам это нонсенс. Пишите в комментариях, сколько максимум минут компенсирует к одному из матчей следующего тура. Автора правильного ответа мы наградим. К следующей программе поменяем название рубрики, потому что в Валенсии вдов не осталось. В Валенсии хорошее настроение. Валенсия вторая в турбинной таблице. 10 очков после четырех матчей. И кажется, этот клуб выздоравливает, потому что у этого клуба есть хорошие игроки. Мы к этому привыкли еще в последние годы. Но Пепе Бордалас, конструктор одной из самых мерзких команд последних лет, Хитафи, он пришел творить Валенсию. Это левел-ап, это степ-ап, шаг на этаж выше, игроки круче, но бюджет больше. Продержится ли он до конца сезона? На самом деле это левел-ап для Валенсии, я думаю, потому что если он даже построит здесь то же, что он построил в Хитафи, то для Валенсии это уже будет шагом вперед. И Валенсия привыкла так жить? Абсолютно дезорганизованный клуб даже, не команды на поле, а именно клуб хаотичный, без какого-то внятного понимания, без самого позиционирования. Кто вы, чем вы вообще занимаетесь? Это клуб в плену. Да, он, безусловно, передает лицо, и мне кажется, что их, собственно, голы и вообще как бы то, что в принципе любой даже произвольно взятый хайлайт матч показывает, что эта команда очень похожа на себя, похожа на Хитафи Бордаласа. Ну давай посмотрим произвольно взятый хайлайт матч. А Сосу, кстати, забывает первый. Да, прекрасно. Вот тут не похоже. Обычно как раз-таки Хитафи Бордаласа, да, открывал счет и героически его отстаивал или даже наказывал соперника в контратаку. Обрати внимание, что они все равно, это не контратака по строгим данным, допустим, опта, но это все равно быстрая атака. То есть они поймали... Потому что мяч идет быстро. Нет, нет, у них есть пространство, то есть они поймали соперника на перестроении. Второй гол абсолютно случайный, во многом благодаря таким голам валились и так высоко, потому что, опять же, реализация немножко аномальная у команды. Мне знаешь, что очень нравится, что бингеры у Пеппи Бордаласа наконец-то расцветают. Карл Соллер давно переквалифицировался в центрального полузащитника, он прекрасен в последнее время, мы это уже обсуждали. Но то, что Гедыш реанимировался, то есть его дефибриллятор стукнул Бордалас несколько раз, и Гедыш смотри, что мочит. Мне кажется, у него на самом деле очень благоприятствует стиль игры. У него с этим циничным подходом к созданию пространства сразу появились зоны, можно играть один в один, проще блистать в отрыве от команды. Рано еще об этом говорить, но по каким-то признакам, не только по хайлайтам, ладно, уже видно, что это команда Бордаласа абсолютно. То есть, ну, как бы, например, это цинизм без мяча, количество фолов, по которым Валенсия просто, я не знаю, на втором, кажется, сейчас месте. Там Китафи первый по инерции. С наследием, да. Понятно, что еще мало времени прошло, но если команда фолила в среднем 12 раз за матч в прошлом сезоне и 18 раз за матч в этом сезоне, это не аномалия, это не случайность, это новый стиль, это признак тренера. То же самое касается и точности паса. Она и была невысокой, по-моему, что это 79%, и это было, знаешь, такая убогая команда, не умеет играть в пас. Ха, пришел Бордалас, сейчас 70%. Сделай еще более убогой командой, которая этого не стесняет. Это уже не убогая, нет, это уже стиль. Это прагматично. Супер вертикальная команда, которая в любой ситуации делает заброс на фланг и делает прострел в штрафную. Очень много потерь, абсолютно не дорожат мячом. А зачем им дорожить, если можно сфалить и в контратаке не будет в любом случае. Но вингерам очень комфортно. Ты знаешь, когда Бордалас только засиял на этом небосклоне испанской ла-лиги, когда его Китафи чего-то начинал только добиваться, Бордаласу было большое интервью о стиле, о разнице стилей. И Бордалас сказал, зачем мне этот тикитак, зачем мне много передач поперек поля, если я могу за две дойти до чужой штрафной. И там мои ребята что-нибудь придумают. Это фактически философия. Это философия. Это кинник, да? Цинник Бордалас. За это мы его и любим. Человек в железной маске – один из шедевров приключенческого кино. Человек в розовом пиджаке – один из лучших моментов нашей программы. Влад Прусов с новостями из Испании. Амигос, международная пауза закончилась, и мы поздравляем вас с возвращением испанского чемпионата и дарим от всего сердца вот этот прекрасный букет. Педри заключил интересную сделку с производителями бананов. Условия соглашения с канарской организацией просты. За каждый километр, который пробежала сборная Испании на евро, будет пожертвовано 100 килограмм бананов. Такая акция явно бы привлекла внимание, если бы ей занялось московская «Динамо». Санте Мина предстанет перед провинциальным судом Альмерии в марте 2022 года. Игроку «Сельты» предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Футболисту угрозит до 8 лет лишения свободы. Мина обвиняется в нападении на женщину, совершенном в 2017 году. Из-за подобных новостей Мина должен лишиться как минимум имени. Потому что Мина уже точно не святой. На общей встрече молодежных тренеров Кадиса был представлен Хосе Луис Доносов, новый директор Молодежной Академии Кадиса. Хосе Луис — полковник испанской армии и выпускник генерального штаба. Раньше он отвечал за инфраструктуру всех армейских баз на юге Испании. Если у нового директора ничего не получится, то болельщики Кадиса явно вспомнят классику. Мы все без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. Но я хочу спросить, кто подписал за 4 миллиона доноса? Роналд Куман взбесил фанатов Барселоны ссылкой на серию свинки Пеппы в Твиттере. Вскоре твит был удален, оказалось, что его опубликовали внуки Кумана. Но болельщики Барселоны уже начали строить пенсионологические теории и искать в этом видео отсылки. Вы тоже подумали, что этим постом Куман пытался оскорбить Гвардиолу. Но на самом деле Куман выдал инсайд о следующем клубе Пеппа. На крыше Сан-Мамеса стадиона Атлетика из Бильбао установили солнечные панели. Это первый подобный стадион в Ла-Лиге. Атлетик давно борется с изменением климата. Цель клуба не только открыть жителям доступ к возобновляемой энергии, но и уменьшить загрязнение окружающей среды. Кстати, под это дело Атлетик еще и усилился топовым защитником. Самуэль Тео назвал трех любимых игроков в Ла-Лиге. Это Эда Назар, это Иньяки Уильямс и это Давид Алаба. При этом на четвертое место он поставил Карлса Баку. Судя по всему, сезона в Анжи окончательно отбили у него вкус. Это был Владислав Прусов. Адьос! Последний день трансферного окна в Испании произошел немало интересного. Очень неожиданные личности появились в Испанской Ла-Лиге. И как раз о них поговорим напоследок. Давай начнем с группы пенсионеров, высадившихся на Калининском полуострове. Начнем с того, о котором я, если честно, забыл. Я уже забыл, что он существует. Хавер Пасторе. Приехал в Эльче. Прекрасный трансфер для Ромы. Ты говоришь, что забыл, что он существует. Конечно. Хотели бы болеющие Ромы забыть, что он существует. Удивительно невлиятельный игрок для его мастерства. То есть, он прекрасный. Вот Де Йонг так не сможет из Барселоны, который сейчас перешел. Как бы тоже странный немножко на первый взгляд трансфер. Хотя в нем, наверное, есть логика. Несмотря на все это, что он есть, что его нет, в общем-то, в Роме особой разницы не было. Ну, ты знаешь, есть такая тенденция у бедных испанских клубов. И Эльче к ним, несомненно, мы причисляем. У Эйбера была такая история, да? Помнишь, пока Эйбер держался? Даже дети с Фекиром, это похожая история. Да, да, да. Фекир немножко, он как раз хотел влиять, он хотел власти в команде. Он и моложе, и он летчик, которого еще не сбили. Ну, да. Фасторы, увы, это сбитый летчик, но тем интереснее за ним будет следить. Никакого давления. Просто проявляй себя, да? Команду в тебя верит. Ты суперзвезда. Ну, если он не превратился во фристайлиста такого, то да. Надеемся. Надеемся. Хотя по презентации казалось, что что-то такое есть. Радамель Фалькао в 35, или сколько там, 36 лет возвращается в испанскую Ла Лигу. Мужчина под 40. Эль Тигре, да, как он был хорош. Другая история, другая, кстати, история, чем с Фасторы, потому что он уже мало даже играет, он до последнего очень много забивает относительно своего игрового времени. Я думаю, что он выходит там минут на 60. Он будет, да, он будет играть, наверное, немного, но он будет свое забивать. А что такое переход Фалькао, мы самое главное, не сказали, куда? В Рао Валиякану, мадридскую команду, которой прочили вылет перед стартом этой сезона. Сейчас уже тенденция другая, Рао играет вроде бы неплохо, но 10 годов за сезон. Я думаю, что плюс 10 голам надо им теперь посчитать. Слушай, нападающий из Рао Валиякана, у которого там 20 с лишним матчей, я не думаю, что больше сыграет Фалькао, и 10 голов или около того, это очень хорошо. Это, ну, главный форвард команды. Вопрос, здоров ли Фалькао, понимаешь? Это колено его подкосило. Конечно, мы знаем ответ, нет, это страшно. Поэтому я сейчас подумал, я, наверное, немножко ошибся, все-таки не плюс 10, а плюс 5 голов, потому что матчей 15, наверное, матчей 10. Думаешь? Думаю, да. Ну, будет приятно ошибиться. Я сейчас, вот у меня слеза упадет, давай посмотрим статистику Фалькао. Клубы 2, ну, потому что сейчас он в Рао Валиякана, а так в Ла-Лиге он поступал, понятное дело, за Атлетик Мадрид, и это продолжалось 2 сезона, это было великолепно. 68 матчей, во-первых, в старте 67, он только одну игру пропустил, 52 гола. И это характеризует прекрасно. Фалькао всего лишь 5 голевых передач. Я думаю, это были такие передачи, когда он не попал по мячу, но не приложился лучшим образом. Кто-то добил просто. Кто-то добил, да. Как же он был хорош, как же он клал голы один к другому. Ну, сложилось карьера, можно сказать. Ну, тупо не повезло. Ну, вот из-за этого очень обидно. В Монако, когда помнишь, он получил травму. И в Монако, и в Челси было много странных. Манчестер Юнайтед, боже мой, как это было плохо, как это было неловко. Да, ну, давай к молодым людям. Все-таки Эктор Белерин гораздо младше, чем Эктор Белерин. Ты знаешь, для меня это немножко категория пастора, трансфер. Серьезно? Нет, ну, то есть понятно, что более позитивный, но, опять же, в арсенале дело в том, что он не влиял на то, что происходит вообще на поле. Он очень мало играл, и он очень мало участвовал в атаке, его вклад был очень небольшим. Есть такой вот этика, Шемер Салько. Вроде бы игрок-то хороший, но, во-первых, он все время травмирован, а, во-вторых... И вроде бы засветился на высоком стаде. Да, да, а, во-вторых, он просто как бы мало что решает на поле, он сугубо вспомогателен. Белерин... По потенциалу таким, ну, не Марселло, но из этой категории теневых плеймейкеров, альтернативных плеймейкеров, да. В итоге он превратился в очень вспомогательную фигуру на поле. Я предлагаю не спекулировать сейчас, насколько мешает ему его активность за пределами поля, да, и веганство, и экоактивизм, и мода. Скажем так, стиль Бетиса ему подходит. Почему? Потому что там Капа шьет крутую форму или что? Нет, я имею в виду, что просто как бы есть, если мы говорим как бы о его перспективах, то, наверное, Пелегрини и вообще вся эта история с как бы маленькой командой, которая пытается играть в большой футбол, это действительно его шанс реанимироваться. Это Арсенал, черт побери, маленькая команда, которая хочет стать Арсенантом. Я на самом деле верю в этот трансфер, потому что Эктер, как очень сознательный парень, нанял контору, которая, по-моему, помогала в свое время Мэпфису Депайу подобрать новый клуб. В итоге он выбрал Леон, перешел туда. Аналитикс ФК, они делают тебе выкладку по твоим данным и находят тебе подходящий клуб. Ты там на фрилансе? Нет, я просто прочел. Футболиспания.нет Ну, флаг в руки. Нет, конечно, будет здорово, если... Кроме того, для Бетиса это вообще характерная история реанимировать такие карьеры. Он же и дебютировал сейчас в понедельник и смотрел все очень неплохо. В Барсе теперь два Де Йонга. Путаться мы в них... Настоящий и... да. И такой, мелкоголландского пошиба. Де Йонг, которого берут для того, чтобы он забивал головой со второго этажа. Ну да, нет, он в принципе забивает головой. Зачем это Барсе? Он больше 50% ударов наносит головой. Кумен сказал, меня немножко поразила прямолинейность какая-то этой логики. Он сказал, теперь мы будем комфортнее себя чувствовать при стандартах. Это прекрасно, но мне кажется, этого недостаточно. Он тоже набил мяч, внезапно. Он смог два раза. Прошу обратить внимание. Но будет много навесов. Как строилась игра в Севиле? Севиле одна из самых навешивающих команд испанской Ла Лиги. И Люк Бюнг там не был при этом основным. Потому что игрок лучше на этой позиции, у Сефа Нассери. Но Севиле забивает, если не с навесов, то со стандартов. С угловых, которые тоже являются навесами. Просто они либо с игры, либо как бы не с игры. С фиксированной позиции мяча. Поэтому, черт его знает. Понятно, что этого Барселоне не хватало как опции. Но у Барселоны ведь уже есть игрок-опция в атаке. Это Брейтвейк, ну другая. Теперь есть еще один игрок-опция, один игрок-опция. Это Де Йонг. А где игроки не опции? Где игроки, которые будут 30 матчей в старте и забивать по 25 голов? Неужели только один Мемфис Де Пай? Да, просто потому что они хороши. Они чудо-то хороши. Из всего, что ты сказал, я так понял, Люк Де Йонг берет для того, чтобы он помогал на своих стандартах обороняться в Барселоне. В этом есть определенный смысл. Пока у Пике как раз проблема. Только не как мой Зе Кин в Ювентусе. Ты помнишь этот удар по своим воротам, когда просто вратарь вытащил, но не спас в итоге. Сколько голов забьет Люк Де Йонг на этом сезоне? Будет ли он основным? Сейчас Брейтвейк тем более травмирован. Давай мы будем говорить о том, сколько он сыграет матчей. В старте, я думаю, не более 15. Я думаю, да, где-то 10. И то это распространяется на все турниры скорее. Кубок Короля, Лига Чемпионов. Но я думаю, что если он забьет больше пяти голов в чемпионате, это, в общем-то, рабочий трансфер, учитывая, что это аренда. А если он забьет больше десяти, то надо говорить, что Куман гений. В том смысле, что он со своей линейной логикой вообще всех уделал. Я могу понять Кумана, потому что это кумовство. Со своими работать приятнее. Скажем по-другому. Без Гризмана с Де Йонгом лучше, чем без Гризмана и без Де Йонга. Справедливо. Пятый тур испанской Ла-Леги. Следующие выходные. А после него уже Медвиг. Испанцы будут играть посреди недели. Поэтому, я думаю, мы увидим колоссальную ротацию. Выходные ближайшие. Самые интересные матчи. Атлетико-Атлетик. Это не дерби, но это противостояние команд Побратимов. И, конечно, Валенсия и Реал Мадрид. Первое место против второго. Мне больше нравится, наверное, Атлетико-Атлетик. Потому что Атлетико сейчас лучший прессинг в лиге. Лучшая защита в лиге. И Атлетико смотрит на это и думает, почему это не мы. Действительно. Что происходит? Ну, матчи между Атлетико и Атлетиком удаются практически всегда. Это, кстати, это смотрим в субботу. А в воскресенье кайфуем от Валенсии и Реал. Тоже прекрасен тем, что самый циничный соперник Реала. Пока что. Это хороший тест, но то, о чем мы до сих пор говорили. Вот смотри, Сельта два забила. При том, что в створ не била почти во всех турах до этого. И прижималась к своим воротам. И контратаковала. Что же Валенсия тогда сотворит с Мадридом? Ну, вот и посмотрим. По-моему, в прошлом сезоне был тот самый матч, когда Карл Солеров оформил хэт-трик спиннати, где поочередно ошибались все игроки обороны Мадридского Реала. Ждем? Да. Друзья, мы печемся о вашем кругозоре. Федерико Гарсио Лорко, один из выдающихся испанских поэтов-модернистов, поэт-экспериментатор. И мы будем гадать на Лорке. Лорке бы не понравилось, если бы мы заранее выбрали матч. Лорко любил хаос. Говори из страницы, а потом решим, как он матчет относит. 96. 96. Стихотворение называется «Охотник». «В небо взгляд, четыре голубки на дрощи летят. Четыре голубки в небе кружатся, и тени от них на землю ложатся». Я так понимаю, это ранний Лорко? Я так понимаю, это Реал Мадрид, потому что это Венисиус, это Бензима, это Азар и, может быть, Льер-Энте, которые несутся в контратаку, и удастся ли им это сделать, или Валенсия в засаде их все-таки подбирает. А может быть, это сама Валенсия, да, с Гедышем, с Черышевым, если успеет Денис восстановиться. Такие оранжевые голубки. Да, наказывающий Реал. А, летучие мыши, семантика, да, полеты. Так что, может быть, Валенсия. Это был усеченный тур Испанской Ла Лиги. Не играли Севилья, Барселона, Вилериал, Алавес. Зато скоро футбола будет много. Через неделю полноценный тур, и затем еще и Медвиг. Обсмотримся Ла Лигой. А это была Ла Лига. Денис Алхазов, Кирилл Хаид. Удачи испанским командам в Лиге Чемпионов. Увидимся через неделю. Ла Лига. Редактор субтитров А.Семкин